Всем привет, за подписчики мои, и я собрался в самый крутой поход, и самый тяжелый, в Чернобыльскую зону, на двое-трое суток, взял там фотоловушку, самое необходимое, там спальник, что-то перекусить, и пойдем, фу, конечно, хорошо, что не очень много снега выпало, и можно идти так потихоньку в эту Чернобыльскую зону, вот подходим к этому забору, ребята, где я помню, там какой-то олень или лось проломили, то я думаю, сейчас туда и пролезем, и пойдем, бабку не брал, он, конечно, с удовольствием пошел бы со мной, так как рад такими вот приключениями, но там очень много следов, и сейчас по этому снегу будет очень хорошо видно эти тропы, где ходят какие-то лоси, олени, кабаны, так как я помню, когда ходил летом, и то я видел очень много таких вот троп конкретных, то сейчас пойдем направляемся в те места, взял фотоловушку, где мы поставим, там взял сетку, и может это сделаем, какие-то ловушки, какой-то шалаш для ночлега, фу, будет очень нелегко, но, конечно, это очень круто будет, что-то, о, что-то поснимаем, я думаю, интересно, фу, так что, пошли, о, блин, заделали или что, какая-то здесь сетка такая появилась, не колючая, так, пошли, ребята. Ребята, как же классно в дома, до сих пор рад прилету в родные места, сейчас дела поделаем, а вечерком вкусно поужинаем, и засянем с Бобкой рубиться в Warpath. Кто не в курсе, это крутая военная стратегия, где есть огромный выбор техники и вооружения, здесь и танков за сотню видов, и истребители разные, и артиллерии с пехотой, всю эту красоту можно модернизировать в 3D обзоре, еще и получше рассмотреть. Перед боем обязательно оценивайте силы соперники, чтобы грамотно расставить свои, ведь если тактически верно расположить войска, то побеждать можно даже при низкой боевой мощи, любая мелочь может перевернуть хоть битвы, будьте очень внимательными. Еще советую не забывать про офицеров, прокачивайте их и назначайте свою армию, чтобы эффективно драться и собирать больше ресурсов. Тактик в Warpath очень много, можно засаду устроить и свиней пойти, а еще можно отрезать доступ противника к ресурсу и серьезно ослабить его. Карты и ландшафты в игре впечатляют, видно, что их с настоящих срисовали, я здесь сразу узнал Париж, Одессу и еще много других локаций. Кстати, собираюсь вступить в Альянс, там можно получить редкие военные материалы, бонусы в боях и в исследованиях. Скорее залетай в описание, скачивай Warpath и рубись с удовольствием, как это делаю я. Будем уже тихонько, взял спальник, реально заделали или что, где-то здесь это лоси я видел, проломили, порвали, а вот, вот все, ребята, залазим. Так, аккуратно, там у меня спальник, чтобы не зацепить, все есть, и я смотрю, что здесь уже следы зверей, так, никого нет. Ребята, погнали в наши такие вот крутые приключения в Чернобыльскую зону зимой. Ребята, проходим сейчас заброшки, я с удой уже проходил. Здесь какие-то вот здания, там, помню, какие-то котлованы здоровые были, может, сейчас зайдем, глянем, как там, что там зимой, может, наполнились. Ух, такие вот здесь цеха какие-то были. Пошли глянем, ребята. Но здесь что-то следов не видно пока. Может, звери там в лесу, может, здесь боятся волки, лазят. И нужно будет, ребята, какой-то сделать ночлег, блин, потому что эти волки, там пистолет, конечно, взял, но он может не помочь так отпугнуть. Вот, ребята, посмотрите. Так, здесь такие вот заброшенные здания, лучше уже сюда не заходить. Металл везде, видно, повыдергивали, да, ступеньки уже аварийные, могут рухнуться. Ребята, зашел уже так нормально, и пошли уже тропы, и хорошие тропы. Посмотрите, какие следы. Вот, косули, видно, бегают. Вот, следы, как два пальчика. Здесь, здесь так пошли. Очень много, ребята. Опа, опа, ребята. Два оленя стоят. Вау! Посмотрите. Нереальная красота. Попрыгали как. А там косули, по-моему, еще пару штук было. А я смотрю так, много следов. Пошли, ребята, хочу где-то найти сейчас привал, и сегодня сделать какой-то шалашик у Хрите. Вот, искал какую-то такую вот местность, где много троп, каких-то вот косуль, оленей, чтобы поставить фотоловушку еще. Очень интересно будет. Вот, посмотрите, накакали, или лоси, или олени. Вот. Посмотрите. И тропы нифиговые. Я вот так прошелся, посмотрел. Вот они ходят, ребята. Вот, вот. Я думаю, где-то здесь поставим фотоловушку. Пойдем вот эти пеньки сейчас. Думаю, ребята, сейчас привязать ловушку здесь об это дерево. А то, смотрю, вот там и влево тропа, вправо пошла тропа, и прямо. Может, что-то удастся заснять каких-то оленей, лосей, или косуль, будет очень интересно. Или даже каких-то кабанов, может, и волки еще хочешь. Так что, ребята, сейчас прицепим здесь фотоловушку, и пойдем где-то рядом, там недалеко. Отойдем, конечно, чтобы здесь не пугать, искать какое-то местечко под шалаш. Так, сейчас поставим фотоловушку. Давно не ставил. В том году, когда ловушки делал на кабанов, помню. Так. Все. Моргает красная лампочка. И привязываем здесь на это дерево. Так. Фу, прошлись уже так нормально. Все, ребята, установили фотоловушку. Может, что-то удастся за сегодня, за завтра утро заснять. А в конце этого ролика я потом вставлю, когда придем домой. А сейчас пошли, ребята. Здесь уже реально такие вот хащи. И вот уже много троп себе, где вот себе спокойно живут животные. А мы пошли дальше, искать какое-то место под какой-то шалашик. Лешки нашел уже, ребята, вот животных. Реально здесь лось или олень какой-то. Вот сразу под бок себе насрал. И там, я смотрю, Лешка, и там деревья вот такие вот обгрызанные. Видно, резут кору. И здесь, может, кабаны дикие лазили, что-то рыли. Какие-то корешки, я вот смотрю, понарывали так нормально. И пошла тропа туда. Это очень опасно, чтобы не попасть на кабана. Ребята, нашел такое вот место. Смотрю, что здесь также вот следы лоси или олени вот натоптали. Но я думаю, здесь, в этой яме, сделать шалаш. Вот скинуть пару бревен так, штучки 3-4, чтобы можно было легкие. А потом вот так себе косые кинуть и набросать много веток. Так, все. А здесь рядом, в этой яме, распалим себе костерчик. И оно в яме, я думаю, не так продуваться будет и не так холодно. Нужно поспешить, не так легко сделать этот шалаш. Там у меня ножовочка есть и топорик. Главное на низ нарезать какие-то бревна. Вот, смотрю, валяются деревья. Так что, пошли, сделаем. И здесь такой вот шалашик. Я думаю, быстренько сделаем классный. Пошли строить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ооо, фу, ребята, поработали. И теперь приляжем. Очень тяжело. Эти походы зимой выматывают. Но вот, побыстречку делаю такой вот шалаш. Укрите. Себе вот отрезал пару бревен, замахался, притянул еще. Не близко было. Чтобы уже сделать себе лежать. Было классно здесь. Ооо, ребята, отлично. Навес. Сейчас еще потихоньку сделаем. Пойдем в каких-то этих веток нарубим от сосны. Понабрасываем наверх, по бокам. Можно сухих рядом. И притянуть много рядом дров. Сложить какие-то бревна большие. Разведем здесь рядом костер. И целую ночь будем поддерживать костер. Чтобы было тепленько здесь. Все, и можно так будет переночевать нормально. Главное, чтобы никакие волки не подходили. Там пистолет есть под рукой. Так как здесь стрёмненько. Следов очень много. И волки гоняют. И куча всяких этих животных. И здесь даже. Вы видели, как натоптанно кто-то лазил. Но я так сообразил. Здесь так в яме сделать быстренько шалашик. Так что я думаю, ребята, сейчас. Там у меня даже заступ есть. Можно ручку сейчас приделать. Выкопать здесь яму. И развести костерчик. Там вот вода есть. Чайничек маленький. И себе заварить чаек уже попить. И может стейк даже зажарим. И потихоньку будем доделывать этот шалашик. Приносить ветки. Так как и так прошелся нормально. Вот поработал. И устал. Зима просто выматывает. Кинул в рюкзак заступ такой. Думал, это какую-то земляночку сделать. И залезть, задыкаться. Такой стрёмно здесь. Эти волки. Но я думаю, уже весной придем. Лучше в Чернобыле. Что-то сделаем такое. А сейчас здесь. О, подмерзла земля. Раскопаем. Такую вот яму выкопаем. Где здесь разведем хороший костер. О, я думаю, нормально, ребята. Такая вот яма. Здесь так под костерчик. И сразу будет тепло. И главное целую ночь поддерживать этот костер. Чтоб эти волки, животные боялись подойти. Ну и тепло будет. Какое-то сухое бревно будем так потаскивать. Оно будет прогорать. И себе вставать опять, подтягивать. Все, ребята, разводим костерчик. Разгорелся костер. Насыпал сюда чая. Взял карпатского. Посмотрите. Сейчас заварим. Горяченько согреемся. Так. Как-то... О, блин. Надо как-то одеть на ветку этот чайник. О, одели. Все, пускай вот так себе закипает. И у меня здесь еще есть такой вот стейк. Посмотрите, говяжий. Там маленькая курочка есть. И баночка тушенки. Взял так на пару дней с собой. Что было, что перекусить. Закипел чайок. Сейчас простынет. Попьем горяченький. А мы пока покладем этот стейк. Запекаться. Вырубил. Пошел, вырезал две веточки. И вот пока закипал чайок. Пошел еще немножко веток набросал. Нужно пойти понабрасывать нога. О, хорошенький. И будет нам, я думаю, на сегодня и на завтра, чтобы перекусить. Так. Вот так. Пускай рядом запекается. А мы попьем чайок. Так, мусор бросим. Снежок немножко притрусил. Зима что-то в этом сезоне нормальная. Морозит. Снег. Сейчас немножко простынет. Фу. А мы пошли, ребята. Так как сейчас быстро потемнеет уже. Понабрасывать еще веток сюда наверх. А так, я думаю, будет нормально. И дров принести нужно много. А то очень много времени заняла дорога сюда. Пока вот доберемся. Нарубил вот веток, принес сосны. Понакидывал наверх. Может будет какой-то снег. То уже не так будет сыпать на голову. Запекается здесь стейк. Так. О, хорошенький. Перевернем его. Повесил здесь так чайник, чтобы был тепленький чай. И еще вот веток столько всяких бревен понаносил. Чтобы ночью не бегать. А под боком было. И себе бросать вот так. Нужно еще, блин, много, я думаю, понаносить. Так как прогорает быстро. Сухое. Все, зажарили наш стейк. О, какой он сочный. Хорошенький. А я немножко еще дров принес. И полежал, отдохнул. Сейчас это. Порежем кусочки. Перекусим. Вкуснятина должна быть. Так. Ммм. У меня была солька. Перчик. Сейчас. Нарежем. О, хорошенько. Пропекся. Будет нам сейчас перекусить и на ночь. Говорю, там у меня еще есть тушенка. И маленькая какая-то курочка. О. Класс. Вот такие вот приключения, ребята. Главное сейчас пойти насобирать еще дров. И подкинуть. Чтоб костер уже был хороший здесь. Пускай себе прогорает. А мы себе перекусим кусенька, так как сейчас потемнеет уже. О, потемнело. Подкинул дровишек. И себе будем отдыхать наконец-то. А то наладился. Прошелся сегодня хорошенько. Еще в этих сапогах быстро устают ноги. Снега еще немного. Фу. Но пришли, поставили ловушку. Очень интересно будет, что заснимет. Не знаю, как вечером. Может ночью или утром уже. Фу. И сделал еще такой вот шалашик классный. Себе так на подвышенности. И сидеть удобно. И себе сейчас залезем в этот спальник. И костерчик главное всю ночь поддерживать. Чтобы эти всякие волки не подходили. И я думаю будет нормально. Но класс. Тишина. Чернобыль. Нет людей далеко от этой цивилизации. Животные. Атмосферно. Снежочек еще какой-то пошел. А мы ребята залазим в спальник. Вот так себе. Замотаемся сейчас. О. Класс. И будем отдыхать. Более костра действительно тепленько так. И на подвышенности. Что классно. Так что будем ребята отдыхать. Всем спокойной ночи. А завтра пойдем. Достану эту фотоловушку. И вставлю. Покажу, что там ей удалось заснять. Проснулся. Что-то так пробежало здесь. Хорошее. Идемте посмотрим. Взял пистолет. И прогуляемся. Глянем, что здесь лазит. Так. Ребята. Очень страшненько здесь. Но. Немножко пройдемся. Глянем. Может что-то удастся. Какого-то мутанта заснять. Да, ребята. Вот про что я и говорил. Что-то вот рядом пробежало. Копыта хорошие. Кабана по-моему поменьше. Какой-то лось или олень. Так как вот снежок притрусил. Немножко. И вот что-то только что прошлось. А я смотрю такой. Лежу, проснулся, шуганулся, ребята. Вот свежие следы. Видно по притрушенному снегу. Так, идемте, ребята. И вот какие тропы. А вот старая троп. Видите, ребята? Потому что только что сегодня вот притрусил снег. А вот только что. Блин. Очень страшно. Хащи такие, ребята. Но пошли. Иду так по этому следу. И видно, что кто-то здесь грязет кору. И там вот такие вот кустарники пообгрызанные полностью. Так, так. Сюда пошел. Какой-то лось или олень был. Ладно, пошли, ребята, отдыхать. Фу, все в спокойной ночи. Всем доброе утро. Пришел забирать фото ловушку. Смотрю, что есть свежие следы. Что-то ей удалось заснять. Так что смотрим. А кому понравилось такое вот видео, пиши, ставь лайк. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok